Всем огромный привет моим подписчикам и тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада представить вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено пустым баночкам, потому что все нормальные люди разобрали свои, скажем так, запасы, выкинули все ненужное перед Новым годом, а я, как всегда, все делаю это после Нового года, поэтому, в общем-то, обновляла я свои все запасы, выкидывала все ненужное и, в принципе, мне уже надоело спотыкаться о пакет с пустыми баночками, поэтому, собственно, сегодня выходит это видео. Если вам интересно, то желаю вам приятного просмотра. Итак, пакет у меня вот такой, на самом деле их два, но, во-вторых, я не знаю, когда покажу, но здесь тоже в ближайшее время все покажу и выкину. Первое, что мне тут попадается, это Эколаб, пенящиеся масло для душа, тонус. У меня с маслом орхидеи, экстрактом плодов нони. По запаху он мне безумно-безумно нравился, потому что пах он фруктами сладкими и цветочками какими-то, причем, действительно, вот, по-моему, он действительно пах чем-то вот таким тропическим каким-то цветком. В общем и целом, средство хорошее, я не назвала бы это маслом. Это такой вот густой крем, который прекрасно вспенивается, хорошо разносится по коже. Не скажу, что увлажняет кожу, но и не сушит кожу во время мытья. В общем-то, хорошее, классное средство для мытья, для ежедневного мытья, поэтому совет. Следующее, это мицеллярная вода Абсолютная нежность от L'Oreal. Продукт, который просто гремел на ютубе где-то год назад, значит, это у нас для сухой чувствительной кожи. Это действительно хорошо удаляет макияж, и я бы советовала именно людям держать вот такую вот мицеллярную воду у себя, просто элементарно с помощью мицеллярной воды легче корректировать как-то макияж, если вы не хотите смывать все вместе. Просто, в общем-то, иногда смыть мицеллярной водой какой-то легкий макияж ежедневно вполне себе подходит этот вариант. Я просто сама по себе больше люблю гидрофильные масла, в связи с этим я выбираю гидрофильные масла, но если вы любите мицеллярную воду, почему бы и нет, зачем тратиться на биодерму. Мне биодерма не подошла, мне она не понравилась, и я считала реально много более удачным вариантом мицеллярной воды. Следующий продукт это маска плацентарно-коллагеновая для лица Organic & Honey, значит марка это, господи, Шерри или как-то так, Шерри она называлась, да, вот верхушка от нее. Гуанчжоу, Гуанчжоу, по-моему, это Китай. В общем, это непонятно какая маска, покупала я ее, по-моему, в Ашане, это вот такая вот обычная тканевая маска, пропитанная каким-то киселем, который вы наносите на лицо, все это благополучно должно на вас впитаться. В общем, мне эта маска не понравилась, потому что она у меня вызвала как то ли реакцию какую-то аллергическую, то ли ожог, то есть у меня лицо защипало, и после этого оно покрылось какой-то сухой коркой. В общем, не понравилось, не подошло мне. И как-то я вот именно после этой маски поняла, что я не готова наносить для себя сомнительные продукты из Ашана, поэтому это мой, наверное, последний такой неудачный опыт, и теперь я только какие-то более-менее проверенные вещи, проверенные маски буду пробовать на себе. А следующий продукт, который у меня закончился, это дезодорант из серии Нео от Гарниер, интенсивный антиперспирант, невидимый сухой крем, 48 часов защиты, без следов, запах у меня нежность хлопка, запах ненавязчивый, дезодорант классный. В общем-то, ничего не могу сказать, следы действительно не оставлял, от запаха пота защищал, но я сразу хочу оговориться, что я не очень потливый человек, в общем-то, поэтому у меня с этим проблем никогда нет, но мне он понравился, очень даже неплохой за свои деньги. Следующие два продукта, которые у меня закончились, это шампунь и бальзам для волос от Mixit. Все знают мою любовь к этой марке, у меня очень часто появляются вопросы по этой марке, просьбы обзоры сделать по этой марке, в ближайшее время я обязательно расскажу полноценно именно о тех продуктах, которые я показывала вам в покупках недавних своих, кто еще не смотрел это видео, то обязательно зайдите и посмотрите, я прикреплю ссылку наверху. В общем, что касается этих двух продуктов, я покупала летом, хватило мне практически, ну, эпизодически я пользовался другими продуктами, но хватило мне, наверное, на все лето и на часть осени. Что касается шампуня, изначально он был такого шоколадного цвета, с золотистыми частицами, как вы видите, я его вымыла просто оттуда до конца. Шампунь мне безумно понравился, но, как я поняла, его сняли с производства или его временно нет в наличии, потому что, когда я последний раз делала свой заказ, его не было в наличии, я взяла другой шампунь. Обалденный шампунь, просто вот супер шампунь для темных волос, потому что мои волосы с ним выглядели просто потрясно. То есть, у меня волосы от природы хорошо блестят, но этот шампунь добавлял им еще блеска, они становились просто вот такие волосы, как из рекламы шампту. То есть, не знаю, они делают настолько вот этой компьютерной графикой или еще чем-то волосы объемные и блестящие, этот шампунь делал примерно то же самое. То есть, они действительно теряли объем, при этом они были очень красивые, просто вот шикарные. То есть, такое полотно с таким вот очень красивым блеском, как драгоценным. Шампунь потрясный. И что хочется еще сказать, у него был офигительный запах на мой вкус. Запах, это, по-моему, масло эфирное лице Кубеба. И почему-то вот именно, когда я открыла коробку с этим заказом, где был этот шампунь, вот именно этот запах сразу ударил мне в нос, скажем так. Мне он безумно понравился. И потом вся комната была наполнена именно этим запахом. Что касается бальзама, бальзам у меня был для нормальных волос. Вот, но я туда добавляла, если... Так, да, у меня было с рисовыми отрубями, с маслом рисовых отрубей, по-моему, это у них по их градации для нормальных волос. Значит, и добавляла я сюда витамин Е, витамин В5, масло сандала, пептиды, злаков. И, наверное, все, больше ничего не добавляла. В общем, бальзам мне тоже понравился. Бальзам не утяжелял волосы, то есть ни я не теряла в объеме, при этом волосы были очень ухоженные, очень напитанные. Бальзамы у них очень питательные. При этом волосы не теряют в объеме. Я не знаю, как они это делают, но действительно полотно волос очень живое, очень красивое, блестящее, плотное. Волосы очень становятся плотными, очень здоровыми, поэтому бальзам мне тоже понравился, действительно работающий бальзам. Закончилась моя любимая тушь у меня, это Max Factor Masterpiece Transform, я его показывала в фаворитах 2015 года. Обалденная тушь, но она понравится только любителям исключительно силиконовых косточек, кисточек. В общем, вот так кисточка эта выглядит. Тушь просто, я не знаю, как так, за один год благодаря этой туши я переменила свое мнение, в принципе, о тушах масс-маркете. Я очень долгое время не пользовалась ими, потом я увидела у кого-то в обзорах, у топовых блогеров эту тушь, решила попробовать, потому что я увидела ее на скидках. И реально она обалденная. Она дает и на каждый день очень красивые ресницы, очень разделенные, при этом они такие красивые веером. Пушистые. С другой стороны, она дает очень красивые ресницы в 2-3 слоя, она не дает никаких комочков вот этих вот некрасивых, неопрятных, не делает паучьи лапки из ваших ресниц. То есть я, как человек, у которого реально проблемы с ресницами, я с помощью этой туши спокойно живу со своими ресницами. Я ими довольна даже, потому что тушь делает просто что-то неимоверное для моих ресниц. Следующее, что у меня закончилось, это масло гидрофильно от Пайо. Мне это масло достаточно понравилось, здесь 200 мл, то есть большой объем. Что не нравится? Не нравится немного состав, потому что здесь парафинум ликвидум, это минеральное масло. Я знаю, что многие негативно к этому ингредиенту относятся. Но, в общем и целом, оно здесь есть. Что касается непосредственно этого масла, когда я первый раз его использовала, я его использовала в спартанских условиях, потому что получилось так, что я его купила, оно у меня лежало в сумке, потому что мы поехали на дачу, и так получилось, что мы решили остаться на этой даче. И там не было горячей воды, там, в принципе, не было водопровода. И пришлось мне в тазике с водой смывать всю свою косметику. А я, как бы, девочка такая современная, я в полном была в боевом раскрасе в тот момент. И, в общем-то, это средство смыло всю мою косметику, спокойно в тазике с холодной водой, полностью смыло всю мою косметику. И при этом мне не понадобилось какое-то серьезное увлажнение после этого, хотя у меня кожа сухая, обезвоженная. То есть, вот в таких спартанских условиях средство меня спасло. На каждый день мне оно, в принципе, тоже понравилось достаточно. Но я не знаю, куплю я его еще раз или попробую что-то новое. Но масло вполне себе неплохое, если вы не запариваете по поводу состава. Если вам нравится в масле именно его увлажняющее, то есть в гидрофильных маслах вы цените именно увлажняющие свойства, что у вас кожа не сохнет после этого. Ну, честно говоря, я не знаю, насколько вам нужна эта информация, что это масло прекрасно смывает косметику в тазике с холодной водой. Я не знаю, кто еще так будет делать. Но, в общем, смывает, да, очень хорошо. К моему великому сожалению, закончилась моя достаточно стойкая основа Forever от Dior. Мне эта основа служила несколько лет. Я, в принципе, не запариваюсь по поводу, скажем так, сроков годности именно вот таких продуктов с помпой. Вот, ну, как сказать. Я в основном оцениваю продукт по его запаху, по его свойству. Расслоилась или не расслоилась вот в таких ситуациях. В общем-то, все с ним было нормально до последнего момента, когда оно закончилось. Тональное средство давало очень хорошее покрытие. Оно было достаточно плотное, но не смотряло смазкой на лице. То есть это средство также и дает достаточно матовый финиш. Если вы любите матовость кожи, если вы хотите именно получить хорошее покрытие, при этом не масочное, не замазочное, если вы ищете среди люкса вариант для себя. Мне нравилось, как оно смотрелось на моей коже. Просто с возрастом я как-то пришла к тому, что на моей коже смотрится лучше. Тонкие очень основы с сиянием. Это немного из другой оперы, поэтому, наверное, я больше не буду покупать именно это средство. Хотя, несмотря на то, что даже в последние уже моменты, когда мои предпочтения в косметике изменились, я все равно добивала спокойно это средство, потому что оно хорошее, оно действительно хорошее. В общем, тональная основа хорошая, мне понравилось. Мне понравилось, что она достаточно стойкая, но советовала бы я ее не с очень жирной кожей, а с такими вот пограничными вариантами. Нормально, склонная к жирности, склонная к сухости. Обезвоженной тоже советовала бы, потому что особой сухости от вот этого матирования, какого-то дискомфорта я никогда не испытывала. Мне эта тональная основа никогда не сушила мою кожу. Следующее, что мне здесь попадается, это уход от Mixit Flash Fluid. Это легкий крем, советовала бы я его на лето. То есть он достаточно легкий, но при этом хорошо увлажняющий. И я вам летом рассказывала о Mixit. Если вы не видели это видео, я обязательно ссылку прикреплю наверху. Если вы интересуетесь этой маркой, то обязательно посмотрите это видео. В общем, я говорила, что это первый крем, который за месяц использования, это первый органический крем, который за месяц использования не вызвал у меня никаких проблем. В общем, действительно, я пользовалась практически все время, все лето, без каких-либо проблем этим продуктом. Но под конец баночки, а баночка здесь немаленькая, 50 мл, все-таки забил он мои поры. И мне показалось, что все-таки все хватит. Побаловались и хватит. У меня даже какие-то остатки, останки есть. В общем, если у вас нет никаких проблем с органическими марками, если они у вас не вызывают никакие проблемы с кожей, то я советую крем, потому что он действительно хорошо подходит на лето. Он хорошо увлажняет кожу, при этом быстро впитывается. На него хорошо ложится косметика и тональные флюиды, тональные кремы. И, в общем-то, если вы пользуетесь пудрой, я думаю, с ней тоже ничего страшного случится от использования этого крема. Он во всех отношениях хороший, если у вас нет проблем с органическими марками. У меня, к сожалению, видимо, за счет содержания масел, за счет того, что он органический, у меня под конец все-таки возникла какая-то негативная реакция на этот крем. Следующее тональное средство, которое тоже, к сожалению, к великому моему у меня закончилось, это Тейнт Кутюр. Тейнт Кутюр у меня в разы быстрее закончился. И я, наверное, может быть, сейчас, может быть, позже, я куплю себе еще один флакончик. У меня, кстати говоря, это был шестой оттенок, Элегант Голд. Покупала я его осенью, когда у меня была достаточно загорелая кожа. Этот, кстати говоря, я покупала летом, но я знала, что к зиме я посветлее, и у меня здесь оттенок 0,20. Что касается этот, я как раз-таки за счет того, что он более-менее плотный, покупала я его на зиму. И было это в глубокой молодости. Мне тогда было, господи, в 17 лет, когда я покупала этот продукт. Это уже я в более сознательном возрасте покупала. Покупала я, по-моему, на четвертом курсе этот тональный крем. Он потрясающий, потому что он дает очень тонкое-тонкое-тонкое флюидное покрытие. При этом он очень хороший в плане светокоррекции, в плане выравнивания тона, в плане именно сияния кожи. Мне понравилось, что он и достаточно стойкий, потому что у меня, в общем-то, кожа практически до самого вечера не давала никакого жирного блеска. То есть это достаточно тонкая тональная основа, при этом она очень стойкая. В общем-то, не нуждается в припудривании, если вы не любите пудру. Она хорошо подойдет на вечер, никаких бликов, даже несмотря на то, что это SPF 20. Она мне на фотографиях не давала. Все у меня было прекрасно с этой тональной основой. Никак я на нее пожаловаться не могу. Это одна из моих самых любимых тональных основ. Сейчас я балуюсь с Герлен. Мне она нравится безумно. Я счастлива, что у меня эта тональная основа, потому что мне кажется, что все-таки в подстраивании под тон кожи Герлен выигрывает уже в анши. Но во всем остальном Тейн Кутюр просто обалденная тональная основа. Если вы ее еще не пробовали, но вы любите тонкое покрытие, вам не нужно какой-то серьезной коррекции, замазывания каких-то очень страшных прыщей и всего остального, то Тейн Кутюр будет идеальная тональная основа. То есть вот это реально тональная основа, которая сочетает в себе и стойкость, и при этом увлажнение сияния кожи. Мне очень она нравилась.